Здравствуйте! На канале ГРТ новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу в поддержку кандидата на должность главы Гагаузии Михаила Фармузала. Овощеводы Гагаузии сталкиваются с рядом сложностей. Фестиваль «Мартишор» прошел в селе Казаклея. 30 апреля в Гагаузии состоится первый тур выборов Башкана. Список кандидатов пополняется. Мы решили узнать у жителей региона, каким они видят будущего Башкана. С 1 марта в Гагаузии запущена предвыборная кампания. Заявления об участии в выборах Башкана уже подали пять претендентов. Это Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чумпаеш, Михаил Фармузал и Дмитрий Крайтор. Кандидатами на пост главы Гагаузии могут быть граждане Молдовы, достигшие 35-летнего возраста, проживающие на территории Гагаузии и владеющие гагаузским языком. А жители Гагаузии рассказали, каким качеством, по их мнению, должен соответствовать Башкан автономии и каких действий они ожидают от него. Он должен быть резким каким-то, чтобы хорошим для народа. Обеспечить народ со всеми. Рабочая сила, чтобы были рабочие места. И чтобы жилось, чтобы людям хорошо было. Именно в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство очень не платят. В общем, чтобы цены можно поменять. Главное, чтобы сделал мир. Решительностью должен обладать, чтобы когда общался с центральной властью, не молча, как-то там в тряпочку, а чтобы отстаивал интересы Гагаузии. Я думаю, это самое главное. Все остальное это уже второстепенно. Насколько я знаю, очень многие изначальные привилегии, законодательные акты были отменены Кишиневым, которыми когда-то Гагаузия обладала. Так вот, в первую очередь их нужно вернуть обратно. Это мое мнение. Просто должен заботиться о людях. Образ жизни, конечно, желательно улучшить. Может, какие-то налоги уменьшить, не знаю. Не знаю, не могу сказать. Будущий башкан должен думать о народе, не только о своих проблемах, своих обогащениях. Должен думать о людях, в первую очередь, честным, ответственным, и чтобы был порядок. 30 апреля в Гагаузии пройдет первый тур о выборах башкана Гагаузии. Он является высшим должностным лицом Гагаузии. А выборы главы региона проводятся один раз в четыре года. Мария Статова, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, Новости ГРТ. Декларации ряда средств массовой информации были утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии. Подробнее в сюжете. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Гагаузии были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением издательских деклараций средств массовой информации по освещению выборов главы Гагаузии и по двум округам народное собрание. Предлагается утвердить издательскую декларацию общественной компании Гагаузии и радиотелевизиону по освещению избирательной компании по выборам главы башкана Гагаузии и в народное собрание Гагаузии, назначенных на 30 апреля 2023 года. Наблюдательную совету общественной компании Гагаузии и радиотелевизиону и в избирательный период осуществлять надзор за соблюдение компании норм вышеуказанной декларации, а также каждую неделю в понедельник представляет Центральная избирательная комиссия отчет по мониторингу избирательной компании, а в течение трех дней после дня выборов итоговый отчет. В списке рассматриваемых вопросов значился вопрос регистрации инициативной группы в поддержку кандидата на должность главы Гагаузии Михаила Формузала. При этом он предлагает зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку господина Михаила Формузала в качестве независимого кандидата на должность главы башкана Гагаузии в составе 35 человек. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия ведет прием документов для выдвижения и регистрации претендентов в кандидаты на пост главы Гагаузии и депутатов Народное собрание Гагаузии в округах номер 9 города Вулканежды и номер 17 селочек Майдан. На сегодняшний день поданы 4 заявления о регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост башкана Гагаузии, а на пост депутата Народного собрания Гагаузии по округу номер 17 обратились в Центральную избирательную комиссию 2 претендента и от округа номер 9 1 претендент. Выборы башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии назначены на 30 апреля 2023 года. Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Новости. Местные власти корректируют списки избирателей. Какая работа проводится в данном направлении в сюжете Марии Парфеновой. В Гагаузии стартовала избирательная кампания и эффективность ее проведения и состоятся ли выборы башкана автономии, которые назначены на 30 апреля, зависит от количества избирателей, принявших в ней участие. В свою очередь местные органы власти получили постановление Народного собрания Гагаузии о приведении в соответствии списков избирателей, которые проживают в населенных пунктах автономии. Как эта работа проводится в Уканештах, примар города Виктор Петреогл отметил. Мы попросили людей, если есть какая-то информация, кто отсутствует, чтобы они нам ее предоставляли. Хочу сказать, что у нас в городе люди довольно-таки хорошо активничают. Каждый старается дать информацию, кто отсутствует, кто уехал на ПМЖ в другие страны. Уже сегодня у нас будет какая-то точная цифра избирателей, которая на данный момент есть в городе. Как отметил Виктор Петреогла, проблема отсутствия людей в списках зачастую повторяется. Буквально вчера такой случай был. Но и хочу сказать, что это не единичный случай. Есть много таких людей, так как они остались в списках, а сами выехали за пределы нашего города. Примар села Кирсова Сапунжи Сергей отметил, что они только приступили к этой работе. Из списков будут исключены умершие, уехавшие, ну и будут включены также лица, которые приехали в село Кирсова, и те молодые люди, которым достигло 18 лет. Как отметил Сергей Сапунжи, каждый год во всех избирательных кампаниях Примария сталкивается с проблемой, что в списках выявляются жители, которых нет живых. Зачастую это не вина Примарии, а вина тех родственников, членов семьи, которые ушли в мир иной, но они не принесли документы о их смерти, для того, чтобы мы смогли их из этих списков вывезти. У нас есть много в списках людей, которые уехали на заработки, и там ушли в мир иной. И, естественно, документов о смерти нет. В некоторых Примариях, как Казакли, списки жителей определяются по хозяйственным книгам. Когда мы хотим заполнять вот эти книги, согласно этих книгам будем давать уже информацию. То есть, на месте кого нет, сколько нет, сколько переводов, это надо будет по всем книгам пройти, проанализировать, посмотреть, и после этого дать информацию. На вопрос, есть ли проблемы по мертвым душам в списках, Узун Анатолий отметил, что у них таких проблем в селе нет. Местные органы власти автономии должны будут представить списки избирателей до 1 апреля. Людям по обе стороны Днестра нечего делить. Президент Майя Санду выступила с речью ко Дню памяти и признательности. Майя Санду заявила, что власти страны не допустят возгорания нового конфликта в Приднестровье. Как передает инфотаг, об этом она заявила в четверг на митинге к 31-й годовщине начала вооруженного конфликта на Днестре. По этому случаю, руководство Молдовы, руководители силовых структур и ветераны конфликта возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» на мемориале воинской славы в центре Кишинева. Мы впредь будем прилагать усилия для сохранения мира в стране, чтобы не допустить обострения ситуации вокруг Приднестровского региона. На сегодняшнем заседании парламента были зарегистрированы две декларации, касающиеся событий на Украине. Одну из них предложили депутаты от ПАС, а вторую – блок коммунистов и социалистов. Какая из них была принята – в сюжете Марии Статовой. Депутаты от партии ПАС на заседание парламента зарегистрировали декларацию, осуждающую действия Российской Федерации в Украине. Ещё одну декларацию зарегистрировал блок коммунистов и социалистов, только с другим содержанием. В её тексте говорилось о гарантиях мира. Депутат от блока Владимир Воронин предложил объединить эти две декларации и создать общую. Мы от блока коммунистов и социалистов предлагаем, чтобы была создана комиссия в парламенте, куда войдут представители нашего блока и партии ПАС, и создадим общую декларацию, за которую проголосует весь парламент. Покажем, что все мы едины и имеем это мнение. Мы зарегистрировали вчера декларацию о гарантии мира, гарантии уважения суверенитета страны. Этот документ, как вы понимаете, тщательно продуман. Он соответствует всем ожиданиям граждан Республики Молдова. Предлагаем включить и эту декларацию. Если есть предложение от ПАС, то и мы предлагаем своё. По мнению спикера парламента Игоря Гроссу, декларация и его коллег от блока коммунистов и социалистов не содержит призыв о выводе российской армии с территории Молдовы. Я внимательно прочёл вашу декларацию. Знаете, что я не нашёл в ней? Важную вещь. Я не нашёл там призыв о выводе российской армии, которая находится нелегально на территории Молдовы. Осуждение, что в нашем воздушном пространстве летают ракеты. Вот когда вы будете называть вещи своими именами, тогда будем верить в ваше намерение. По итогу приголосования инициатива не была поддержана большинством. В знак несогласия на это депутаты блока коммунистов и социалистов покинули заседание. Депутаты от партии Шор в нём не участвовали, после чего был представлен текст декларации партии «Действие и солидарность». Парламент Республики Молдова констатирует, что Российская Федерация с февраля 2014 года ведёт незаконную, ничем не спровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, которая 24 февраля 2022 года переросла в полномасштабное вторжение. Мы хотим быть на стороне добра, на стороне света и показать всему миру, что Молдова на стороне добра. Я призываю каждого из нас, и мне очень обидно, что наши коллеги из оппозиции выбрали уйти сейчас. Потому что я думаю, что этот шанс показать объединение всего нашего гражданского общества, даже если у нас разные политические мнения. За декларацию проголосовали 55 депутатов от партии «Действие и солидарность». Мария Статова, Артём Топал, Новости ГРТ. Сегодня, 2 марта, депутаты правящей партии ПДС приняли в первом чтении законопроект об изменении в Конституции синтагмы «Молдавский язык» на румынский язык. Ранее депутаты парламентской фракции блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну законодательного органа. Депутаты парламента проголосовали в первом чтении за законопроект, предусматривающий замену слова «молдавский язык» на «румынский язык» в тексте законов Республики Молдова, включая Конституцию. Согласно документу, слова «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» в любой грамматической форме, если имеется в виду «государственный язык» Республики Молдова, также заменяются словами «румынский язык», соответствующий грамматической форме. Водители, нарушающие правила дорожного движения, будут наказаны более строго. Соответствующий законопроект был принят сегодня парламентом, сообщает Молдпресс. Одним из положений документа является приостановление права управления транспортными средствами на определенный срок, если водители превышают разрешенную скорость более чем на 60 км в час. В то же время водители, которые не уступают дорогу пешеходам, законно переходящим улицу, будут наказаны более строго. Также будут наказаны владельцы транспортных средств, отказывающиеся или уклоняющиеся от сообщения личности лица, которому было доверено управление транспортным средством и нарушившего правила дорожного движения. Законопроект подготовлен Министерством внутренних дел. За него во втором чтении проголосовали 54 депутата. Обыски по делу об отмывании более полутора миллионов леев провели правоохранители совместно с румынскими коллегами. В ходе мероприятий задержано 4 человека. Сообщается, что злоумышленники разработали преступную схему, согласно которой они обманным путем выманивали у граждан Румынии большие суммы. Подозреваемые создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями. Посредством этих страничек они убеждали доверчивых жертв вкладывать деньги в инвестиционные онлайн-платформы. Потенциальные вкладчики узнавали о них и с помощью рекламы от влиятельных людей из румынского шоу-бизнеса. В некоторых случаях участвовать в инвестиционной схеме родители убеждали дети. В результате на крючок мошенников попалось 32 человека. Обыски провели в 11 населенных пунктах Румынии, а также в Кишневе, Фалештах и Унгенах. У подозреваемых стражей порядка обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны и другие носители информации. В целях возмещения нанесенного ущерба у организатора преступной схемы конфисковали автомобиль стоимостью 40 тысяч евро. По делу об отмывании денег допрошены 20 человек. Следствие продолжается. В последние годы все больше людей в сельской местности переходят на выращивание овощей в закрытом грунте. О том, с какими проблемами на сегодня сталкиваются аграрии и какая помощь им оказывается со стороны государства в этом направлении, шла речь на встрече Ассоциации сельхозпроизводителей «Агрогос». Овощеводство в Молдове характеризуется нестабильностью. Одной из причин этого является ценовая политика, а импорт превалирует над экспортом. Именно поэтому только 6% людей в стране занимаются овощеводством, отмечают эксперты. Есть очень много проблем. Это, получается, самые проблемы, нехватка людей и рабочих сил, нехватка воды для полива. Это самое такое… А если и рынок сбыта, получается. Вот эти три проблемы, которые на данный момент надо решать. Европейские организации чаще приходят на рынок Молдовы, чтобы помочь аграриям в продвижении своей продукции на международных рынках, особенно в условиях изменения климата, отметил эксперт Анатолий Игнат. Скажем так, проблем с водой, проблем с рабочей силой и других проблем, на это тоже нужно сказать как на возможности, как на оппортюнити, возможности, которые, скажем так, позволяют нам искать другие выходы для того, чтобы обеспечить конкурентоспособную продукцию. В внедрении таких проектов мы планируем увеличить количество производителей. Члены исполкома отметили важность развития такого сектора, как овощеводство. Все мы понимаем, что у нас хорошие земли, хорошие климатические условия, но конкурентность с овощеводами или с товарами тепличных хозяйств Турции нам сложно конкурировать из-за цен на энергоносители. Программа по адаптации к изменению климата, и здесь тоже уделяется большое внимание развитию тепличного хозяйства. Эта отрасль будет и дальше поддерживаться. Овощеводы региона указали, на что нужно обратить внимание при выращивании овощей. Придерживаемся технологии органического земледелия, используем удобрения со своего хозяйства и используем биологические средства защиты растений. Овощеводство, можно сказать, вообще не развито. Рынок интересный, но требует больших вложений. Эксперты отметили, что в этом году из-за подорожания энергоресурсов сезон высадки рассадов в теплице начнут на пару недель позже. В связи с этим сезон урожая также начнется позже обычного. Иногда канцер, Григорий Ставилов, Алексей Герчуг, РТ Новости. В селе Казаклия прошел региональный фестиваль «Мартишор», который традиционно проводится в начале весны. В рамках фестиваля прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, тематические мастер-классы и концерт с участием известных артистов Гагаузии. Тему продолжит наш корреспондент Олег Дулога. На выставке были представлены оригинальные символы первого весеннего праздника – «Мартишоры» ручной работы, рисунки юных художников и многое другое. Люди отмечают, что они соскучились по таким праздникам и очень рады приходу весны. Для них это время новой надежды. Живем сегодня в мирной стране. И хочется надеяться, чтобы этот мир не нарушился, чтобы мы сохранили этот мир для наших детей, для нашего будущего. Меня зовут Лука. Я приехал в гости из Италии, чтобы посетить Гагаузию, познакомиться с ее культурой и с ее народом. И мне очень интересно побывать по разным поселкам Гагаузии, по разным городам. «Мартишоры» – это особенно интересно, потому что у нас в Италии такая традиция не существует. И поэтому для меня, как посетитель этой страны, мне очень интересно познакомиться с такими праздниками, которых у нас нет. Мероприятие продолжил праздничный концерт, в котором приняли участие известные гагаузские исполнители и творческие коллективы из Гагаузии. Талантливые артисты подарили зрителям прекрасное настроение и незабываемые эмоции. Зал переполнен, а это значит, что люди ждут таких ярких мероприятий. И, возможно, последние два года, ввиду того, что мы не имели возможности встречаться с зрителем, со зрителем с физическим его присутствием, это говорит о том, что человек соскучился, а значит, нужно ему подарить радость, улыбки, хорошее настроение, и поэтому они к нам приходят. Я очень рада, что мы вместе с вами продвигаем не только наши гагаузские традиции, но мы с вами живем в республике Молдова и бережно относимся к молдавским традициям. 1 марта – это день открытого сердца, это день солнца, это день надежды. У фестиваля Мэрч Шорга Гузида есть собственный уникальный символ – кукла в национальном костюме. Данный символ является переходящим и весь год находится в том Доме культуры, где пройдет следующий фестиваль. По завершению мероприятия символ был передан Дому культуры села Тангас, где и пройдет следующий фестиваль Мэрч Шорга Гузида. Олег Дулогло, Леонид Артонов, ГРТ, Новости. В завершении выпуска о погоде. 2 марта в Гагаузе ожидается пасмурная погода. Влажность воздуха составит 72%. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Ветер с северо-западный от 1 до 3 м в секунду. Температура воздуха в Гамрате днем составит 7 градусов тепла, ночью 0 градусов. В Чадер-Лунге днем плюс 6, ночью 0 градусов. В Уконечтов днем 7 градусов тепла, ночью 0 градусов. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТМД, а также на YouTube-канале и в Фейсбуке. Звоните нам по телефону и обращайтесь по электронной почте, которые указаны на экранах. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.